Свой тайный роман с актером Шер прокомментировала только несколько лет назад. Певица составила рейтинг своих лучших любовников, которые и возглавил Круз. Ребята крутили свой недолгий, но страстный роман в 80-х годах, до того, как Круз стал популярным. Были друзьями, были в отношениях, вышли из этих отношений очень спокойно, остались друзьями, так рассказывает о своем романе с коллегой-артисткой шоу-камеди Вумен Катя Варнава в интервью Космо. На вопрос, не смущала ли ее разница в возрасте, Катя смеется, у Димы столько качеств, за которые его можно обожать. Много женщин до сих пор одиноки, потому что заморачиваются из-за глупостей. Нужно обращать меньше внимания на общественное мнение. Говорю, как человек, которому его навязывают. Актеры были вместе больше 30 лет назад, Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер познакомились на съемках фильма, перворожденной в 1984 году. Паркер была настроена серьезно, а вот Дауни-младшего в тот период интересовали вечеринки, алкоголь и наркотики. Пара рассталась в 1991 году по инициативе актрисы. Еще один неожиданный бойфренд Сары Джессики, актер Николас Кейдж, ее партнер по фильму «Медовый месяц» в Лас-Вегасе. В объятиях Кейджа Паркер нашла утешение после расставания с Дауни-младшим в 1991 году. А помните эту пару? Сейчас уже и не вспомнить подробностей этого странного романа, кроме совместного клипа «Научиться без тебя дышать». На съемках романтической комедии «Силы природы» в 1998 году «Сила совместных любовных сцен» связала Афлека с актрисой Сандрой Балок, которая была старше на 8 лет. Правда, спустя несколько месяцев Сандра объявила бойфренду, что он «слишком скучный». Да, в личном модельном агентстве Ди Каприо есть и «Черная пантера». Ребята были вместе в 1995 году. Да, Оксана и Николай не то, что не скрывали свой роман, они кричали о страсти на каждом углу. И даже сняли клип на совместную песню «Право-любовь», где оба переборщили с макияжем. Но все-таки каждый раз, когда мы вспоминаем этих двоих, мы вздрагиваем и не верим, что это было наяву. Незадолго до встречи со своей будущей женой Дженны Дуантатом встречался с партнершей по фильму «Ана», мужчина Аманда и Байнс. Бывший муж Холли Берри в 2009 году встречался с теперешней супругой Джейсона Стэдхема. Через год модель Рози Хантингтона Айкли встретила таки мужчину своей мечты, с которым вместе уже почти 10 лет. А эти ребята даже были женаты. Для Омы это стало первым замужеством, а Гарри был женат второй раз. Брак длился с 1990 по 1992 год, но распался из-за алкогольной зависимости Олдмана. В 2010 году Навка приняла участие в ледовом шоу первого канала «Лед и пламень», где фигуристку поставили в пару с певцом и актером Алексеем Воробьевым, младше ее на 13 лет, но разве это повод отказать себе в романе. К тому же о себе дала знать привычка. На шоу «Ледниковый период» три олимпийская чемпионка тоже завела роман со своим партнером, актером Маратом Башаровым, который ускорил и развод Навки с Александром Жулиным, и расставание Башарова с его женой Елизаветой Круцека. Актеры недолго встречались в 2003 году, но оба предпочитают не комментировать это увлечение. В послужном списке МОС немало громких имен, Билли Зейн, Джек Николсон и даже Кортни Лав, впрочем, о любовной связи с моделью говорит только Кортни. Среди кавалеров Кейт был и будущий агент 007 Дэниел Крейг, пара встречалась в 2004 году. Наверное, преданные фанаты актрисы и теннисисты еще помнят их роман, Корикова и Сафин встречались с 2006 по 2008 год и, по слухам, даже были помолвлены. Удивлены? А ведь артисты и не отрицают своей интрижки в 1996 году. Несмотря на то, что 23-летняя Ферджа влюбилась в 16-летнего парнишку. Над артисткой тогда смеялись друзья, кто же знал, что роман юного певца и начинающей певицы из неизвестной группы Вайл Торкет войдет в историю шоу-бизнеса. Это случилось несколько лет назад, партнеры по проекту «Танцы со звездами» на канале «Россия» закрутили интрижку. Хореограф стал одним из пестрой череды кавалеров Водонаевой после развода с бизнесменом Алексеем Малакеевым весной 2013 года. Фото Гетто имиджес.